Межрайонная ФНС России номер 16 по Московской области проинформировала о третьем этапе перехода на применение контрольно-кассовой техники. Также в соответствии с федеральным законом с 1 января 2019 года в отношении товаров, работы и услуг налоговая ставка по НДС будет увеличена с 18 до 20%. С 1 июля 2019 года на новое применение контрольно-кассовой техники должны перейти все организации и индивидуальные предприниматели, в том числе организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе налогообложения вне сферы розничной торговли и общепита, также и в сфере розничной торговли и общепита без привлечения наемных работников. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты с физическими лицами и индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов. Также изменения коснутся плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Их признают плательщиками НДС 1 января. Однако плательщики ЕСХН имеют право воспользоваться правом на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, если подойдут за письменное уведомление в налоговый орган не позднее 20-го месяца, когда они планируют использовать единственный сельскохозяйственный налог. Однако они должны сохранить пороговое значение, их доходы должны не превышать 100 миллионов рублей в 2018 году и 90 миллионов в 2019 году. И это пороговое значение с каждым годом будет уменьшаться. Федеральная налоговая служба предоставила информацию о самозанятых гражданах. Налоговый кодекс включает в себя такие виды услуг для самозанятых, как присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 80 лет, репетиторство и уборка жилых помещений, а также ведение домашнего хозяйства. Физические лица, которые оказывают данные виды услуг гражданам, не являются индивидуальными предпринимателями и должны встать на учет в налоговый орган, как самозанятое лицо. Форма уведомлений для самозанятых граждан утверждена приказом ФНС и зарегистрирована в Минюсте. Данную форму уведомления физическое лицо к своему выбору может подать в любой налоговый орган. При этом никакой документ налоговый орган физическому лицу, зарегистрированному в качестве самозанятому, не выдает. Может поставить только отметку на втором экземпляре данного уведомления. Всю необходимую дополнительную информацию можно получить в межрайонной ФНС России номер 16 по Московской области, расположенной по адресу город Щелково, улица Советская, дом 4. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.